Я хотел бы представить свой доклад «Проблемы преподавания Холокоста в российских образовательных учреждениях глазами студента». Тема преподавания Холокоста на данный момент по-прежнему актуальна, как в среднем образовании, так и в высшем. Многие учащиеся вузов и школ, даже некоторые преподаватели не знают, что такое ксенофобия, толерантность и Холокост. Еще в 2012 году Министерство образования Российской Федерации приняло решение добавить тему Холокоста в единый государственный экзамен. Известно, что в тесты по истории добавлено 10 вопросов на тему катастрофы еврейского народа. В итоге при поступлении в высшее учебное заведение в России предполагается, что студент должен знать хотя бы основы о трагедии еврейского народа. В результате, проведя мониторинг рабочих программ гуманитарных специальностей СГУ, университете, в котором я учусь, было выявлено, что ни в одной из программ не существует вопросов по этой теме. В связи с тем, что стоимость учебников по этой теме довольно-таки затратна в России, мне кажется, что было бы перспективнее решать эту проблему посредством самообразования. Потенциалом к этому является интернет. С его помощью для повышения собственного уровня образования информации можно получить каждый заинтересован в этом физическое лицо, являющийся пользователем сети. Также учебным заведениям требуется больше внимания учитывать темам Холокоста и толерантности. Но стоит отметить, что некоторые шаги в этом направлении уже действуют. Так, например, в социологическом факультете СГУ был проведен круглый стол в прошлом году на тему «Социологический взгляд на историческую память о массовом геноциде XX века». Целью этого круглого стола было изучение и обсуждение причин возникновения бесчеловечности в развитом европейском обществе 1933-1945 годов. Студентам были показаны фрагменты фильма «Холокост» режиссера Мумина Шакирова, который был выпущен в 2013 году. Также были использованы фрагменты книги Баумана «Актуальность Холокоста». Дискуссия проходила в рамках обсуждения вопросов важности данной проблемы для современного поколения, причин возникновения и шагов для решения этой проблемы. Отсчет о данном событии был выложен на сайте Саратовского государственного университета. Но кроме СГУ такие же мероприятия были проведены и в других учебных заведениях. Так, например, 24 апреля 2017 года в Российской государственной гуманитарном университете был проведен круглый стол на тему «Холокост. Уроки истории», в котором приняли участие представители посольства Израиля, Международное научно-образовательное центро истории Холокоста, геноцидов РГГУ, также представители Российского еврейского конгресса и Центра Холокост. В будущем организаторам стоит задуматься и о привлечении большего числа представителей средств массовой информации для освещения проведенного события. Например, было бы позитивным наличие представителей телеканалов. Ну, в общем-то, все.